Доброе утро всем! Посмотрите, какое у нас сегодня хорошее и радостное утро. Павел Савченко вернулся, Анна Шамбадал до сих пор здесь. Анна Шамбадал никуда не девали, это прекрасно. Просто выгнать не могут до сих пор. Это нормально, Анечка. Сегодня тема нашего эфира Масленичной недели. Мы начинаем сегодня праздновать эту действительно хорошую, вкусную неделю. Так, ну давай не будем игнорировать, люди по телевизору все же верят, что мы не одни. На секундочку, Марина Синицкая, ведущая своего собственного кулинарного шоу. Марин, доброе утро. Доброе утро. Итак, ну понятно, что сегодня все-таки Масленичная неделя. Я вижу, у нас уже есть какие-то блинные заготовки. Это нетрадиционные квадратные блины. Что это такое? Мы с вами сегодня будем делать сладкую масленицу, сладкое чучело. Но я думаю, что это у нас будет не чучело, а прям красавица. Давайте съел чучело. Это меня так, когда Паша очень счастлив, он меня тоже сладкое чучело называет. Нет, я тебя называю исключительно сладкая красавица. Ой, так нельзя, наверное, тоже говорить, да? 7.17 на часах утра. Итак, если нужна какая-то помощь, я готов, у меня есть фрукти. Можно нарезать фруктики, потому что мы будем делать торт. Это будет основание нашего чучела, нашей красавицы. Это блинный торт? Да, блинный торт. И чучело мы будем не сжигать, а будем с вами его съедать. Ух ты. Нет, замечательно. Я прям чувствую, похудеть настроился я за эту неделю. А представляешь, какая жертва приношения для себя? Итак, Марин, скажи, пожалуйста, как резать? Квадратиками, кубиками? Просто небольшими долечками, красивыми, чтобы у нас получился прям фруктовый, вкусный, блинный торт. Это нестандартно, потому что все привыкли, что масло, сметана, сгущёнка у нас будет фрукты. Лёгкий такой, да? Поэтому добавим облегчённый, особенно для завтрака. Можно приготовить, порадовать своих детишек. А вот пока Паша режет, ты его не отвлекай, пожалуйста. Он делает это впервые, мне кажется. Расскажи, что это за крем? Я взбила взбитые сливки с творогом, можно использовать творожные, можно использовать сметану, можно просто взять сметану или сгущёнку и прослоить коржи. Здесь самая фишка в том, что когда мы этот торт доделаем, я думаю, что я сейчас уже возьму готовую заготовочку. Попробуем. Да, давай ещё немножко бананчика. Пожалуйста, пожалуйста. Видишь, я тоненько, как на слайдере всё сделал. Раз, раз, раз. Не переживай, мы успеваем, Марин, успеваем. Хорошо, тогда я покажу всё подробнее. Мы добавляем прям побольше фруктов, чтобы это был прям утренний фруктовый салатик вкусный. Слушай, ну квадратные блины у тебя прям сковорода, да, квадратная? Есть квадратная, есть круглая, есть прям вот такие большие блинницы, которых размазываешь палочкой. То есть прям можно выбрать любую-любую. Ну да, эти мы видим, мне кажется, в торговых центрах делают такие большие блинчики. Так, смазали последний корж. И можно будет после этого, смотрите, вот так вот тоже смажем кремом. Да, чтобы крема, мне кажется, крема много не бывает. Фруктов много не бывает, крема много не бывает. Я думаю, что блинов масочные не имеют. Марина Синицкая много не бывает. Не бывает, не бывает. Так, и потом мы берём и переворачиваем. Боже мой, у нас ещё один есть. Я сейчас возьму уже готовую заготовочку охлаждённую. Достаём. То есть её надо ещё охладить, чтобы... Чуть-чуть, прям пару минут. Морозилки. Для того, чтобы в холодильнике, можно в морозильнике пару минут, для того, чтобы... Так он форму, да, принял. Вот, хорошо у нас выходил. И это у нас будет платье нашей красавицы. Для меня маловато будет. Давайте куклу возьмём всё-таки. Я у своей дочки взяла вот такую куколку, помыла её, обернула пищевой плёнкой и обернула блинчиками. Для того, чтобы блинчики не распались, я взяла ниточку, можно взять такую резиночку и скрепила это. И сейчас мы её вставим и красивенько оформим. А у меня вот, если сын, то мне машинку можно взять? У меня можно Супермена взять. Это будет очень модная, так сказать, хайповая масленица. Чучело. Нам нужно именно чучело, красавицу, символ масленицы. И сейчас самое главное, это нам сделать платье. Поэтому прям берём свои... И вот для этого используем квадратные блины. Поэтому берём, используем все свои способности мастерицы и делаем вот такое вот красивое платьице. Боже мой, это очень красиво. Марин, скажи, ты вот долго придумывала вот эту вот... Нет, можно я задам другой вопрос? Марин, я вчера на свадебной выставке, которая проходила в нашем городе, встретил супруга твоего. Скажи честно, вот супруг это всё успевает есть вообще или это только на работе? Вот вы как бы так делаете? Успевает и супруг, успеваю и я, потому что мы вдвоём сладкоежки, у нас семья сладкоежек. Да, по тебе видно, Марин, я сколько раз смотрю, всегда завидую, что ты сладкоежка, это точно. Нет, это действительно, потому что то, чем занимаешься, то должен и есть. Да. Итак, друзья, масленица готова, мы её сделали все вместе, это приятно. И прям вот, наверное, последние штришки, для того, чтобы она была прям вот такая вот... Она богатая такая, действительно, симпатичная. Посмотрите, ей даже веселее стало, она улыбаться стала. Можете её украсить, что-то добавить, для того, чтобы она была прям интересной. Или шоколадом полить. Итак, господа, приятного аппетита. Ещё раз мы говорим вам доброго утра, спасибо огромное нашей очаровательной гости, Марина Синицкая, ведущая кондитерского шоу, спасибо ещё раз. Катапульта запустить? Нет, нет, сейчас пока не делаем, в кадре, за кадром сделаем. Итак, масленичная неделя, и, как вы видите, можно применять блины как угодно. Ну, а теперь давайте спросим у детей, из чего же делают блины их версии прямо сейчас? Ну, а у нас катапульта. Ловлю!